Прошедшие сутки у нас зафиксировано 153 боевых столкновения. Кстати, снижение по сравнению с сутками в пятницу, падение довольно высокое. Больше чем на 20% падение уровня атакующих действий вражеских войск. И видите, идет тенденция к снижению. Посмотрим, что дадут сегодняшние сутки. Но пока снизилось до 153 боевых столкновений на всей линии фронта. Самая горячая ситуация была опять же на Покровском направлении. Также противник был активен на Кураховском направлении. Кстати, вот на Кураховском направлении они ходят в основном в атаке в пешем порядке. В основном в пешем порядке. Иногда с бронетехникой, но уже в основном в пешем порядке. Поэтому и практически не всегда им удается отбить у нас хотя бы одну там какую-либо позицию. По уточненной информации, за вчера рашистские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам на прилегающих территориях удар одной ракетой, один ракетный удар и 88 авиаударов, сбросив 146 кавов. Кроме этого, было совершено более 4400 обстрелов артиллерии противника. Из них 141 обстрел осуществлялся с помощью реактивных систем залпового огня. Агрессор наносил логоудары в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По оперативным направлениям. Здесь, на Харьковском оперативном направлении, три боевых столкновения вблизи Волчанска. И вот, кстати, не атаки, а три боевых столкновения. На Харьковском направлении наши войска совместно, ну там такая сборная команда у нас, довольно неплохая получилась, и силы специальных операций там работают, и бригады, которые там держали оборону. Так вот, они совместными действиями на Харьковском направлении потихонечку в Волчанске громят противника и вытесняют его на восточные окраины города. Там идет зачистка, скажем так, идет зачистка, несмотря на то, что враг еще пытается изображать какие-то атакующие действия. В основном это больше даже уже не на атаки похоже, а действительно на боестолкновения, когда наши войска, ну нельзя сказать, что они начали контр-атакующие действия, они просто проводят постепенную зачистку, выдавливание противника небольшими участками, буквально один-два дома, но мы их выдавливаем. А враг не может ничего противопоставить, не может нарастить усилия, не может ввести в бой резервы, потому что все, что можно было забрать с Харьковского направления, все на сегодняшний день переброшено в Курскую операционную зону. Поэтому здесь, ну будем так сказать, пока еще так сильно незаметно, но уже есть тенденция к тому, что враг начинает на Харьковском направлении потихонечку просаживаться. Далее идет Купинское направление, здесь 13 боестолкновений, здесь враг предпринимал атакующие действия практически по всей линии фронта. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новосинового и Лозовой. Но враг продолжает искать слабые места, мы знаем, что на Купинском направлении у нас район Песчаново, это самое проблемное место, там где есть глубокое вклинение в наши боевые порядки. Но тем не менее, сейчас опять нашим войскам удалось стабилизировать здесь, ну скажем так, не стабилизировать, там далеко до стабилизации, локализовать продвижение противника. И на Купинском оперативном направлении мы не допустили потери позиций в прошедшие сутки, и линия фронта остается без изменений. Лиманское направление, тут 12 атак было произведено противником на наши боевые порядки. Ну, кстати, Лиманское мы знаем, тут оборона более устойчивая, она более хорошо организованная за счет тех подразделений, которые, или наших частей, которые держат тут оборону. И несмотря на 12 атак со стороны вражеских войск, враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. Кстати, Серебрянского леса давно мы не слышали в сводке, но ни одна из атак не увенчалась успехом, наоборот, противник, понеся потери, отошел, откатился на исходные рубежи. Так что на Лиманском направлении устойчивость нашей обороны продолжает оставаться довольно высокой. И линия фронта без изменений. Северское направление. Тут было всего лишь одно боевое столкновение. В районе Верхнекаменского враг попытался изобразить что-то вроде атаки, но понеся потери, атака захлебнулась. И, соответственно, была перестрелка и на этом все закончилось. Линия фронта на северском направлении без изменений. Кстати, с северского направления тоже снимали части и подразделения, расистское командование, для переброски в Курскую операционную зону. Поэтому там сегодня боевая активность вражеских войск, ну, будем говорить, видите, практически минимальная. Ну, если не сказать, что она упала практически до нуля. На Краматорском направлении здесь восемь боестолкновений произошло. Наши защитники отбивали штурмовые действия расистских захватчиков недалеко от Белой горы и Часового Яра. Ну, Часов Яр, понятно, Белая гора тоже они там неоднократно пытались. Там единственное место, где в районе Калинового, где они могут спокойно передвигаться, пытаться, хотят, точнее, спокойно передвигаться через канал. Ну, там мы уже давно их локализовали. Кстати, Калиново уже не встречается где-то неделю в сводках. То есть, там противник настолько уперся в нашу оборону, что даже не пытается атаковать. А вот через канал продолжают пытаться перебегать, переползать, переходить. И тут же, вот в эта полоса, ну, можно ее назвать черная дыра, на правом берегу канала Северский Донецк-Донбасс, где наша артиллерия и наши войска спокойно уничтожают любые группы противника, которые переходят через этот канал. Поэтому Краматорское направление фиксируем, что линия фронта без изменений за прошедшие сутки. Торецкое направление. 11 боевых столкновений, в частности, Щербиновка, Торецкая и Нелиповка. Ну, враг пытается прорываться в город, я вам уже рассказывал. И в районе Нелиповки они пытаются вернуть утраченные позиции, что им не удается на сегодняшний день. И пытаются они продвинуться вглубь самого Торецка, тоже у них не получается. Надо отметить, что враг очень активно применяет авиацию. Там, где у нее не получается, там идет огневое воздействие, и он практически расшистый пытается стереть с лица земли город, дабы не пропал смысл в оборонительных боях в этом населенном пункте. Но на пока наши войска удерживают свои позиции, не допускают их потери и наносят максимальный урон противник. Противник атакует, а мы находимся в обороне. Поэтому, естественно, потери вражеских войск кратно превосходят потери наших войск на любом участке фронта. Так же было и на прошедшие сутки на Торецком оперативном направлении. Линия фронта остается без изменения. Покровское направление. Здесь тоже идет тенденция, почти в два раза снизилось, ну не в два, в полтора раза снизилось количество атак. В пражеских, а именно 28, собрался враг и провел всего лишь, по сравнению, допустим, 39 в предыдущие сутки, в сутки субботы. То есть в сутки воскресенья всего 28 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкая, Николаевка, Лисовка, Селидова, Зеленое поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак, конечно же, была в направлении Селидовки. Ну и в результате массированного применения артиллерии и авиации враг оккупировал Мариновку окончательно. Она перешла под контроль расистских войск. Я вам говорю, что в сутки субботы там было очень сложное положение у наших войск. Была угроза окружения нескольких подразделений. Наши войска, командование, видимо, предприняло правильные действия. Наши войска отошли из Мариновки и она, к сожалению, перешла под контроль расистских войск. Ну, это можно больше назвать выравниванием линии фронта. Ну и враг имел частичный успех в районе Новогродовки. Наши войска переместились на новые, более выгодные рубежи в районе самой Новогродовки. На остальных участках, несмотря на то, что атаки варшистских войск проходили по всему участку Покровского оперативного направления, линия фронта не изменилась. Наши войска больше не допустили потерь позиций ни на одном участке этого оперативного направления. Кураховское направление. Тут количество атак 25 возросло по сравнению с предыдущими сутками. Цукурина, Александрополя, Георгиевки и Константиновки атаковал враг. Вот эти 25 атак распределились примерно на вот эти участки оперативного направления. Но то, что я и говорил, на Кураховском направлении дефицит бронетехники и начинается уже дефицит личного состава. Мы видим, что численность атакующих подразделений, она становится все меньше и меньше у российских оккупантов. И, кстати, именно этот фактор влияет на то, что успеха за прошедшие сутки враг не добился ни в одной из атак на Кураховском оперативном направлении. Наши войска удержали все свои позиции и линия фронта на Кураховском направлении за прошедшие сутки остается без изменений. Времовское направление. Тут 17 атак совершено расширскими войсками. Основные наступательные действия в районе Углидара, Богоявленовки, Екатериновки и Елизаветовки. Враг давит на Углидар, это основное направление. Причем с двух сторон, со стороны Водянова и с юга на Углидар. Но с юга они еще даже не подошли к окраинам города. А вот со стороны Водянова и с востока они реально уже бои идут, уличные бои. В самом городе уже довольно большая серая зона, где идут сами боестолкновения. И ситуация осложняется тем, что с логистикой есть большие-большие проблемы. Но в частности военнослужащие бригады, которые обороняют Углидар, пишут, что нужно планомерно оставлять позиции и постепенно с боями выходить хотя бы тем, кто может это сделать. Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно откладывает ее из-за внешних изменений, призывая держаться. Продовольствие, боеприпасы и горючее почти на исходе. Эвакуации нет, ведь БМП даже не успевает доехать до Углидара, их сразу обстреливают. Многие тяжелые трехсотые невозможно вынести пешком под ударами дронов, а двухсотые просто лежат на дорогах. Также это публикует команда Дипстейт, рассказ военнослужащих бригады, которая обороняется в Углидаре. Также сообщает команда Дипстейт, что россияне пытаются закрепиться в многоэтажках в окрестностях Углидара, то есть уже на окраинах самого города. Ну, кстати, у нас же как только на фронте такая проблема, всегда туда выезжал Сырский. Что-то я не вижу его присутствия в Углидаре для того, чтобы выровнять положение или разобраться в обстановке и организовать либо усиление обороны, либо плановый отход наших войск из самого Углидара. Наоборот, он снимает комбрига, в такой ответственный момент бригада теряет своего комбрига, не знаю как это скажет, думаю, что явно позитивно не отразится на состоянии дел в бригаде, на ее боеспособности, в том, что бойцы узнают, что их командира бригады сняли с должности. Вот такая непонятная ситуация, что в самый ответственный момент, когда бригада, измотанная боями, не пополняется резервом, не проводится ротация, как сказано, что обещано еще неделю назад, нету там присутствия Сырского самого. Значит, это, наверное, тогда надо сделать вывод, что это не главный участок в нашей обороне, то есть Углидар, в Генштабе Углидар, получается, уже списали, раз туда никто не выезжает и не собирается разбираться там на месте с ситуацией на фронте. Ну, посмотрим, я думаю, что ближайшие несколько суток или до конца, максимум до конца этой недели, скорее всего, ситуация с Углидаром, она определится, либо в подложительную, либо в отрицательную сторону. Ну, пока ситуация очень крайне тяжелая, скажем так, вот, и наши войска постепенно, постепенно, все равно оставляют позиции в самом Углидаре в результате вот такого массированного давления со стороны рашистских войск. Кстати, та же самая тактика, что и в Бахмуте, что и в Авдеевке, враг активно применяет зажигательные боеприпасы, пытаясь создать очаги массовых пожаров, ну и сбрасывает огромное количество кабов и нурсов. То есть штурмовая бомбардировочная авиация применяется круглосуточно для того, чтобы просто сравнять Углидар с землей, чтобы вынудить наши войска выйти из города и, да, в дальнейшем не было возможности, просто чтобы не было физической возможности оборонять город. Далее Ореховское направление. Тут три боестолкновения. Наши войска отбивали три штурма противника недалеко от Новоданиловки. Но враг успеха не имел, линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. Гуляй-Польское и Приднепровское направления. Тут обстановка без особых изменений. Штурмовых и наступательных действий со стороны врага не предпринималось, поэтому все свелось к перестрелкам, позиционным боям и обменам артиллерийскими ударами. Далее идет у нас Волынское и Полесское направления. Они не боевые, но зашевелились. Сразу скажу, что изменений в обстановке особых нету. Признаков формирования наступательных группировок врага тоже не обнаружено. Но дам разъяснение относительно накапли. Некоторые средства массовой информации пишут, что вооруженные силы Беларуси начали развертывание вдоль границы бронетехника и так далее и тому подобное. Согласно данных группы белорусских ГАЮН, они опираются на свои источники, то какова ситуация? В военно-воздушных силах и в войсках ПВО, вооруженных сил Беларуси, с 30 сентября, то есть с сегодняшнего дня, начат очередной этап проверки соединений воинских частей по боевой готовности. Об этом есть официальное сообщение Министерства обороны Беларуси. В ходе проверки основной акцент будет сделан на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями, подразделениями военно-воздушных сил и войск ПВО. Соответственно, к проверке могут быть привлечены 2 зенитно-ракетных и 2 радиотехнических бригады, 5 зенитно-ракетных полков и 3 авиационные базы. То есть активность систем ПВО, их развертывание на полигонах или в оперативных районах Беларуси вполне вероятно в этот период. В принципе, мы привыкли к этим проверкам боевой готовности, только теперь уже, я так понимаю, войска не выдерживают непрерывной проверки, как это было первые 2 года массированного отторжения расистских войск после его начала. То теперь они проводятся с интервалами, где-то недели 3 не было этих проверок, сейчас опять Лукашенко отдал приказ поднять по тревоге, вывести и развернуть. Мы знаем, что они выводят, выводят на полигоны и в этот раз, видите, в основном ВВС и ПВО. Предыдущие проверки касались и сил специальных операций, спецназ они разворачивали, проводили там учения. И мотострелковых и танковых подразделений, тоже мы наблюдали с вами появление на полигонах батальонов и полков, и целых бригад перемещения по территории Беларуси. Но в конечном итоге они проводили учения и свертывались, и возвращались в пункты постоянной дислокации. Я думаю, здесь будет то же самое, но конечно же Лукашенко надо создать, я уже объяснял вам, индустриальный грохот, отчитаться перед Путиным. А так как личный состав, действующий даже личный состав Лукашенко разрешает вербовать в расистскую армию, он не может отказать Путину в этом, то для выполнения боевых задач будут задействованы не только все полигоны Беларуси, то есть они будут разворачивать на всех, и на севере, и в центре страны, и на юге страны, и на западе страны, что самое интересное. Но в ходе проверки планируется призыв военно обязанных из запаса. Почему? Потому что для того, чтобы разворачивать бригады, надо их доукомплектовать. А у них с комплектом личного состава не все так хорошо. Плюс, я еще раз повторюсь, что спецы, желающие подписать контракт с вооруженными силами Рашистской Федерации, они это делают, им не запрещают, причем как действующие военные, так и резервисты. То же самое они это делают, военно обязанные. И уезжают в Россию воевать. Поэтому Лукашенко для того, чтобы эти бригады могли выполнить поставленные перед ними задачи, будет планировать частичное развертывание этих частей и подразделений военно обязанными из запаса. Также в марте-апреле 1924 года проводилась проверка боевой готовности 120-й зенитно-ракетной бригады. Помните, тогда говорили, что вот С-400 разворачивают на границе, что будут делать. Мы знаем, что опасность этих бригад состоит в том, что в Белоруссии есть и 300-й и 400-й комплексы, и С-300, и С-400 на вооружении. И там ракеты могут работать в режиме класса «земля-земля». И, соответственно, дальность, там, 400-й комплекс, до 200 километров может лететь ракета в режиме «земля-земля». У 300-го до 120 километров. Так что здесь мы просто внимательно наблюдаем за такими учениями, такими развертываниями, ну и следим за воздушным пространством. Кстати, развертывание радиотехнических подразделений в составе войск ПВО Белоруссии может привести к тому, что они, точнее, они могут это использовать в качестве создания провокаций на границе. Дело в том, что радиотехнические войска, войска РЭП, они могут имитировать воздушные цели, в том числе подбирать, допустим, сигнатуру самолетов, что самолет залетел в воздушное пространство Украины. Или ракета зашла в воздушное пространство Украины. Вот как у нас воздушные силы докладывают, что есть цель, там, скоростная цель, возможно, баллистика в направлении таком-то. А потом, бах, через какой-то промежуток времени, говорят, цель локационно потеряна, то есть исчезла. Это говорит о том, что сколько может на всю дальность своих возможностей станция РЭП создает эту помеху, и наш оператор видит ее как цель. Вот то же самое могут делать радиотехнические войска, дабы устроить нам тут нервы на границе. Ну и заодно Лукашенко, не самопровозглашенный, нелегитимному Путину доложит о том, что он разворачивается, и вот от сель грозить мы будем шведам. Примерно так. Далее идет граница Черниговской и Сумской областей. Здесь, к сожалению, продолжается активное применение противникам авиационных бомб и ударных беспилотников по нашей территории. А также работают минометы и артиллерия рашистских войск тоже по нашей территории. Есть жертвы, есть разрушение гражданской инфраструктуры. К сожалению, мы продолжаем эвакуацию из приграничных районов. Мы ввели в этих приграничных районах особый комендантский режим. Туда гражданские уже не могут попадать, только по специальным пропускам, для того, чтобы не допустить там похождений и действий диверсионно-разведенных групп противника. Далее у нас идет Курская область. Продолжается операция наших войск в Курской операционной зоне. Но что делают рашистские войска? У нас там есть инициатива на нашей стороне. Мы продолжаем расширять эту зону, несмотря на то, что не совсем получаются те планы, которые мы хотели. Я имею ввиду именно по рассечению группировки рашистских войск, запертой между речкой Сиим и нашей границей. Но, тем не менее, у нас есть определенные успехи по расширению этой территории, которую мы контролируем. Ну, я так думаю, что на этой неделе с нами генеральный штаб поделится теми успехами, которые мы там закрепляем сейчас и пытаемся развивать дальше. Что же делает рашистское командование? Рашистское командование максимально пытается нарастить. Туда сейчас бросает все и вся. Они, ну, точно, вот, наиболее точная формулировка, это скребут по сусекам, пытаясь набрать группировку войск. Сейчас уже где-то оценивается в 40-45 тысяч в Курской области рашистская группировка. С целью провести контрнаступательную операцию по вытеснению наших войск с территории Рашистской Федерации. В частности, из Курской области. Ну, на пока только идет сбор личного состава. Еще раз повторюсь, там сейчас вакханалия системы управления. Кто же будет командовать этой операцией, пока непонятно. Но генералитет там не светится от слова совсем. Вообще не светится военный. Считается, что операция Дюмин, которого Путин туда назначал куратором этой операции, отстранен. После первой попытки провала контрнаступления рашистских войск. И сейчас получается, что официально там командует Бортников, глава ФСБ Рашистской Федерации. Что он там может накомандовать, сказать очень-очень и очень трудно. Поэтому посмотрим, как они будут формировать эту группировку. Где они, какие ударные группы будут создавать. И на каких направлениях будут концентрировать основные усилия. Или где будут назначать направление главное, где назначать направление второго удара. Наша разведка работает. Мы внимательно за этим следим. И продолжаем пытаться развивать успехи в Курской операционной зоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok